Греция член Евросоюза. Никакой работы у нас нет, и в то же время нам нужно выплачивать долги. Евросоюз должен помочь Греции, ведь мы в нищете. Испания тоже член Евросоюза. Я безработный, у меня двое детей. Мы не получаем никакой помощи от государства. С каждым месяцем выживать всё труднее. Если у нас нет для себя денег, как мы их дадим Украине? А у мятежной Украины нет даже соглашения об ассоциации с ЕС. Евросоюз применяет тактику кнута и пряника. Для большей части рабочего населения Украины экономическая интеграция с ЕС означает ухудшение уровня жизни. Многие полагают, что, вступив в Евросоюз, на Украине все заживут, как в сказке. Но это утопия. На самом деле их ожидает программа «Жёсткая экономия» от МВФ. Без ответа остаются вопросы о будущей власти на Украине и о целостности страны. Но ясно одно. В первую очередь нужно поднимать разрушенную экономику. Ещё до начала протестов на Украине ходили разговоры о возможном дефолте. В ноябре 2013 года внешний долг страны достигал 160 миллиардов евро. Плачевное состояние экономики стало одной из причин отказа от торгового соглашения с Евросоюзом. Эта сделка могла ухудшить положение. В ноябре 2013 года Европа предложила Украине лишь около 600 миллионов евро. Но теперь, когда к власти пришла оппозиция, Евросоюз готов дать намного больше. А так и это роскошь, которую многие члены Евросоюза, например, Греция или Испания, едва ли могут себе позволить. Испания не может сейчас помочь. У меня нет слов. Это ужасная идея. Сначала они загнали Грецию в финансовый тупик, а потом просят денег для Украины. Алексей Рашевский, РТ, из Киева.